Так называемый гидативус посессивус, который много раз нам с вами уже попадался. Он ставится вот при этих глаголах. Чаще всего при глаголе «эйной». Ну, то есть это глагол «быть». «Эйной» – «быть», «гиднестхать» – «скорее остановиться». «Юпархейн» – это «существовать». Некий аналог глагола «быть». «Мэной» – это «ждать», «оставаться». Смотрите, тут где датив? Мы проходим, напоминаю, «дативус посессивус». То есть когда у кого-то что-то есть, это тот, у кого это что-то есть, оно в дативе стоит. Смотрите, «эмой» – это местоимение, «у меня» в дативе. Это «эго» в дативе, «у меня», «эмой». У меня что есть? «Эстин», видите? «Эмой», «эстин». «Александрос». «Онома», 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 «да». «У меня есть имя какое?» «Александр». «Вот это просто про вас, да». То есть «меня зовут Александр», «имя», «да». «У меня имеется как бы в собственности моей имя Александр». «Меня зовут Александр». «Это дативус посессивус». «У Кэсти мой хремата». Слово «хремата» – это множественное число. Единственное число будет «хрема». «Хрема» вроде бы… «Деньги». Знаете, это «деньги», да, скорее всего. В контексте, да, в бытовом, это просто… Это что-то ценное. «Имущество», «деньги», да. Собственность какая-то «хрема». «Хремата» – деньги. То есть «денег нет у меня». Да, видите, у кого нет денег? «Мой» в дативе. «Мой» и «эмо» – это почти одно и то же. Сейчас не будем вдаваться в подробности. «У кого?» «У меня». «Хремата» – номинатив, «мой» в дативе. Я кратко скажу, что «эмо» – это ударная форма, а «мой» – она такая, более нейтральная. «Эсен Кроссо» – «дуо Пайдес». У Крэза было два сына. Ну да, Надежда знает. Спасибо, да. Я подскажу, что «пайдес» – это третье склонение, это множественное число, это дети. Два ребенка. «Дуо Пайдес» – два сына, два ребенка. «Были». Надежда, все правильно, я просто поясняю для остальных. «Были» – да, глагол «быть» – «эсен». А дальше «у кого были» – ведь в дативе. Это «дативус послесивус», «укрёза». Так, «у» – «меней», «нус», «кокос», «расусин». Я поясню, тут еще один момент есть, который вы не знаете. «Прасусин» – это «причастие», но она тоже в дативе. От глагола «пратту» – «делать». Помните глагол «пратту» – «практика». Это «плюралис датив» – «у делающих». «У делающих». «У делающих». «Остальное выдано». «Плюралис датив». «Нус» – это «ум». «Ум». «Так, значит, «нус» сейчас. «Разум подлежащий». «Он что?» «А, разум не делает». «Умена». «Не стоит на месте», «не оказается в плене», «не ждет», «не остается». «У кого?» «А дальше?» «У плохих этих». «Не у плохих». «У дел», вот как просто четко, да, «кокос» – это наречие. «Стоять на месте», «оказывает сопротивление», «ждать». «Может быть, ждать» или «оставаться». 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 «Значит, «разум»… «Сохраняться». «Сохраняться». «Значит, «у делающих», «разум у делающих» не сохраняется плохо. Интересная интерпретация. Я подскажу, что, смотрите, «кокос» – это было в самом первом уроке Янцина. И вспомните, «кокос» и наречие «эу» – хорошо, и наречие «кокос» – плохо. Они соединяются очень хорошо, слепляются с глаголом «пратту». Помните, там кто-то спрашивал что-то, «ти пратта» – как дела у тебя, что делаешь? Кто-то отвечал, «кокос» – плохо дела. «Кокос прату» – это значит, ну, давайте посмотрим словаре. «Эу» – «п», ну, «п» – это сокращенно «пратта», видите, «ксенофонт». «С успехом заниматься чем?» «Тагергико» – «эрго» имеется в виду. То есть земледельческими делами хорошо заниматься, то есть успешно заниматься. Это «эу» – это хорошо. А «секокос» – наоборот. Вот, смотрите, это даже лучший пример здесь. «П» – сокращенно, это опять же наш глагол «пратта». «Колос» – либо «эу», либо «макариус», «эудаймонос», «агатхонт». То есть, что такое «эу» – это хорошо, «колос» – это прекрасно, «эутихос» – это счастливо, «макариус» – тоже счастливо, «эудаймонос» – тоже счастливо, «агатхон» – это, ну, тоже, по сути, счастливо. Вот даже есть, видите, с инфинитивом, с императивом. «Эу» – «прассе». То есть, это не то, чтобы «веди себя хорошо, не шали», это «будь счастлив». А «кокос» – «прассос», вот, это почти наш пример. «Кокос» – «п» – это значит быть несчастным. Значит, для тех, у кого все плохо, ум, значит, ум, наверное, он… А, неподвижный, типа, не… Наоборот, «мэнэ» – это оставаться, а «умэнэ» – это, наоборот, не оставаться. Уходит, что значит? Покидает. Когда кукушка улетает, знаете, такое выражение? А, они сходят с ума. Да, те, кто несчастные, ум их покидает, он не остается на месте. У них кукушка улетает. И здесь главное для нас что? Главное, что «прассусин» – это датив у кого ум не на месте. У несчастных людей, у тех, кто «кокос» – «прассусин». У схолэ, у схолэ исти ауто. Схолэ – это вот та вещь, которая обладает, подлежащая, то есть… А, да-да-да. Схолэ исти ауто – это кто обладает? Это он какой-то человек, неизвестно какой, в дативе. В дативе единственное число мужского рода. У него. Досуг. Да, это досуг. Это свободное время. Ну, не знаю, несвободное время есть у него. Ну, нескладно. Немножко нескладно, да? Да. Ну, или у него нет свободного времени. Да. У относится к глаголу. Свободного времени у него нет. Давайте следующее. Седьмое пропустите. Хорошо. Седьмое. Ну, видимо, тот, кто обладает этой... Ну, видимо, тот, кто обладает этой... Пюро. Пюрос. Да, у Кира. У Кира что-то есть, но это естественно. Он же царь. У него много чего есть. Базилия – это вроде как, ну, собственно, царь. Ну, только царица, мне кажется. Это, знаете, это имеется в виду... Это имеется в виду слово среднего рода, Басилия, но во множественном числе. То есть это все-таки дворцы. Ага. Так. Эн, Таут, Ха. А почему Эн? Кстати, почему Эн? Потому что они среднего рода. Артем, вы спрашивали, да? Вот эти, Басилия – это множественное число. Это та Басилия. Но поскольку они слова среднего рода, то поэтому сказуемое в единственном числе. Эн, Таут – это тут, здесь. Да. Здесь у Кира есть. Здесь у Кира были. Да. И Парадейсос. И охотничьи заповедники. Большие, наверное, Мегас. Агрион. Тхерион. Тхерион – это звери. Да, да. Это они самые. Агрион – это дикие звери. Вот полный, наполненный, сплошь покрытый. Да. И исполненный. Город Астио наполненный чем? Ойкейон. 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 Не слит на форму. Наверное, генетив. Да, генетив. Или вот, хотя бы возьмем Новый Завет. Кто-то преисполнил долу коварства? Тхерион. Не только. Агрион. Агрион. Тхерион. Ой, Агрион. Агрион, Тхерион. Ну, это как бы одно. Получается, Агай тут переводится как? Кай? Да. Ну, у него есть Басилия и еще у него есть… Понял. То есть здесь у Кира есть замки, были замки и охотничьи заповедники. Ну, заповедники. Внимательно. Парадисус. Какое кончание? Заповедник. Ну, это сад, да? Такой, ну, зоосад, можно сказать, да. Ну, заповедник – хорошее слово, заповедник, да. Большой заповедник. Большой Мегас, да. Еще какой он? Сплошь наполненный дикими зверями. Да, правильно. Значит, плеерис – это прилагательное, оно согласовано с каким словом? Агрион Тхерион. Агрион Тхерион. Нет, это я автоматически сказал. Просто Тхерион. Смотрите, смотрите, кажется, что это какой-то кончание генитивное, да? На самом деле, ничего подобного. А, с Парадисус. Да. С существительным Парадисус согласовано два слова. И Мегас, то есть два прилагательных. И Мегас, то есть сад, Парадис, райский садок, он, во-первых, Мегас, он большой, а во-вторых, он наполненный. То есть он женского рода. Я ждал этого вопроса. Действительно похоже на женский род. Это похоже на женский род, но мы еще раз открываем словарь и видим цифру 2. Видите? Что оно означает? Там всего две формы. Да. Это значит, что не три формы. Мужская, женская, средняя. А две. То есть у мужского рода и у женского одно и то же окончание. Словарное. Словарное. То есть Плэрис может быть, Плэрис может означать вот через Омегу, вот так, как здесь, ну, или какую Омегу, через эту, как здесь написано. Вот как здесь. Ну, как буквально в словаре написано. Это может быть и полный, и полная. Ну, непонятно, наверное, мужской, скорее всего. Мужской, потому что он согласован с Плэрисом. А Плэрис, от которого слово Плэрис, да? Оно, оно же мужского рода просто. Во всякий случай уточняю. Видите? Значит, еще раз, давайте свяжите все вместе. Все предложения. Здесь у Кира были замки и сад, большой сад, сплошь наполненный дикими зверями. Да, да. Кстати, обратите внимание, ни одного артикла нету. Арефоне, кайтоис, алоис, епархей, зоис. Да, тут у меня опечатка, не хватает ударения, епархей, да. Так, ну, из-за того, что я плохо понимала контекст, могут быть проблемы с переводом. Фоне, вроде как, это звук или речь, звук или слово. Получается, что датив здесь немного разнесен. Это тоис, алоис, дзоис. Алоис – это вроде другим или иным, дзоис – живым, если я правильно перевела. Не просто живым, животным. А, и другим животным. А епархо – это вроде бы как давать начало. В данном случае это бы просто иметься, быть в наличии. А, иметься. То есть, получается, и у других животных, живых существ есть, ну, как бы речь, то есть звук, да? То есть голос, ну, не голос как речь, а просто способность произносить звук. И у прочих есть животных. То логику, он он фретон, есть то алогон, то де ойлогон, нет, ойлогон, фретон. Да, вот вам философия досталась, сложная проблема. Ну, здорово. Смотрите, давайте начнем с подлежащего, ну, с артиклем, между прочим. То алогон? Да. Что такое то алогон? Можно посмотреть поварил, лучше посмотреть, конечно. Бессловесная, неопределимая, несчастливая, непостижимая, нелепая, неразумная. Битлскотти просто выдал первое, потом спичлесс, выдал спич. Ну, вот, что-то, что лишено логоса. А логос – это либо разум, либо речь. Афритон. Афритон, смотрите, здесь, в этом слове зашито глагол, который вам хорошо известен, ферро. Только он в другой огласовке, фора. Как нести? Буквально невыносимо, альфа-прилативом. Нестерпимо, невыносимо. Понимаете, туалогон, как я говорил, это подлежащие. А дальше мы должны найти что? Сказуемое. И оно здесь составное, составное именное. Афритонность. Вот сказуемое. То есть нелогичное, ну, давайте так говорить пока, нелогичное, невыразимое, не знаю, какое-то глупое. Оно есть какое? Невыносимое. Для кого? Ну, давайте посмотрим логику. Сможем догадаться? Наверное, имеется в виду дзоон, разумное животное, то есть человек. Разумного человека, я думаю. Для философа. Для логика. Просто для логичного существа. То алогон, оно является, как... Невыносимым. Невыносимым, да. Да, получается, только для разумного существа невыносима неразумность. Неразумность, да. Невыносимая неразумность. Теперь эулабон. Это наоборот. То есть это что-то такое здравое, разумное. Да, здравое, reasonable, sensible. То, что имеет смысл. Да, осмысленно, отлично, да. Оно какое лицо? Оно фритон, то есть наоборот, да? Выносимое. Ну, давайте на всякий случай посмотрим, да? Понятно, это выносимое, то, что можно... Терпимое. Допустимое. Да, конечно, через сцену. Допустимое, да, сносное. То, что можно снести. Только для разумного существа невыносимо неразумное и сносно-разумное. Эстай аракай сои агатха олбосты кай мегисты архэ. Да, я поясню по поводу эсты. Мы не поняли? Это глагол быть в будущем времени. Будет. А, понятно. Будет в единственном числе третьего лица будущего времени. Да, да. Так, значит, ара... Ну, следовательно, стало быть. Немножко вырвано из контекста, конечно. Ара – это следовательно? Я думала, что... Понятно. Значит, следовательно... Сейчас. Сой – это как раз и есть датив. Тебе. Тебя. У тебя... У тебя... Агатха. Это, значит... Агатха. Давайте я поясню. Вот вернусь к девятому. Смотрите. Можно субстантивировать с помощью среднего рода единственного числа, а можно с помощью среднего рода множественного числа. И так, и так бывает. Можно было сказать туалагу, а можно было сказать таалага. Вот это субстантивация, я так понимаю. Таагатха, то есть это благо... Благо... Ну, мы говорим благо в единственном числе, но имеется в виду благо с большой буквы. Все хорошее. Все доброе. То есть пусть будет тебе благо, пусть у тебя будет благо... Пусть, а просто будет. Будет у тебя благо... Да. Олбос – счастье. Счастье, да. Значит, благо, счастье и архея начало, и такое гигантское начало, огромное... Сложное слово, но в данном случае, конечно же, власть. И великая власть. А, и великая власть. Архея как власть. Такое вот предсказание, да. Значит, да, вот здесь у нас сой, это незаметное слово, оно как раз в дативе, и не просто в дативе, и в послесилусы. И это у тебя. Вот это все, агатха, олбос и все прочее, и власть, да, это все будет, это все подлежащее, оно будет у кого? У тебя. Здесь, получается, скорее всего, дора это ближайшее? Да, смотри, гиганты тоже образуют, вот список глаголов у меня вначале, недлинный список, да, вот гиганты тоже есть в этом списке. Значит, дора, это какое число, кстати? Наверное, это множественное число в среднем роду. Да, та дора, так сказать. Они гиганты, они возникают. То дикаю. Дикаю, это кто такой? Не знаю, не помню. Это, это, здесь пропущено слово одно, на букву пока нет, антропа. То дикаю антропа, у справедливого человека. Да, дикаю все это справедливое. У справедливого человека возникает что? Возникает кто? Возникает у... Пора. А, вот Дора. Вот это возникает, да, Дора. А пора, смотрите, это от кого? От Бога. От Богов. От Богов. Да. Дары как бы имеются, появляются, возникают от Богов. Кому? Для кого? У кого в последствии, да? То есть, кто ими владеет в итоге этими дарами? Справедливый человек. Тут он, Плерома, Талантегюс, Талантегюс, Дисхилия, Гигнатай, Гемин. Гемин. Вот смотрите, как раз Гемин, как раз Гемин, Гемин, это наш самый, тот самый дативус, посессивус. Это у нас в дативе. Это мы в дативе. Гемин у нас. Это дативус, посессивус, да, давайте пометим. Что возникает? Надо искать именительный падеж, номинатив. Плерома. Плерома, да. Что такое Плерома? Полнота, общее число, сумма. И тут даже есть эта фраза, посмотрите. Это Ристофан. Сумма, энгюс, это близко, то есть приблизительно, на глазок, 2000 талантов. Но это вырвано из контекста. Сумма у нас, наверное, наша казна, сколько у нас денег, достигает, возникает в размере примерно, энгюс, примерно, да, 2000 талантов. Это очень много. То есть это как раз тот случай, когда слово среднего рода во множественном числе требует после себя глагола быть в третьем лице единственного числа. я не понимала, как оно, ну, как бы, к чему оно относится. Так, теперь Александр, читайте знаменитую фразу из Кедита. А тут слова третьего склонения, смотрите, кинесис, третьего склонения, это как бы движение, широко, в сути слова, кину отсюда, кинесис, движение, волнение, движуха, короче, какая-то, кинесис, женского рода. Эген, это гиганумы в прошлом времени в Ауристе. Возникла. Так, возникла. Ауто, сейчас, ауто-мегист. Два, ауто не переводите, вот это вот, это просто указательность меня. Вот это движение, волнение, великое, мегисте, возникло у кого, да, тебе? То есть, элосин, то есть, греков. Да, вот это, то есть, элосин, это как раз, вот здесь, да, это дативус посисилус, у кого возникло. То есть, видите, возникнуть может не только там состояние, деньги, собственность, жена, еще что-нибудь, книга, дом, стол, но может возникнуть и какое-то более-менее социальное явление, да. Не только у Элинов, но еще Мэри Тинни. Смотрите, Мэри, это датив, поверьте мне, на слово Мэри. Мэри Тинни. Тинни, так у какой-то части, кого? Тон Барбару. Да, смотрите, великое движение возникло у элленов, дативус посисилус, и у части какой-то, варваров. Тайута аутоис ух юпархий. Яута. Ага, хорошо, таяута. Аутоис ух юпархий. У них? У них, аутоис, у них, не сказано у кого-то. Ук юпархий. Юпархой. Имеется в виду существовать, да, юпарху? Ну, немножко проще, да, как бы не то, что как быть, глагол существовать, а иметься в наличии. Вот что-то иметься в наличии, а чего-то не иметься в наличии. Юпархой – это быть в наличии. То есть, такого у них нету в наличии. Да, таково и вот. Только то яута, это получается, это получается, средний род, нож на число. Да? А, давайте сутки шестое прочитаем, я думаю, что я вас справлю все. Туис, плусиус, 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 пола парамютия фарин эйной. А почему на фасин, варень от ударения? Это какой-то… Потому что это инклисик, наша тема, кстати, сейчас будем прочитать. Значит, тут вот, ну, я тут вижу датив, как бы, для богатых, для тех, кто богат. Теперь давайте я поясню, что такое фасин. Фасин – это говорить, это инклисика, говорят, что пола парамютхи… Много еще они. Потом перейдем. А дальше, поскольку это кузоватиловка уминфинитива, тут не глагол быть в личной форме, а глагол быть в уминфинитиве. Говорят, фасин, что… Кого? Китатив. Да. Ну, что это? Ну, не у, а для тогда, или богатым. У богатых. У богатых. Говорят, что у богатых тускусиоис есть, эйной. Много, много, сейчас переведу, что-то доказательствовать, что такое, сейчас еще раз. Нет, есть такой глагол параметхео, это утешать. А, много утешений. Но тут другое немножко значение, похоже на другое. Тут не утешение, а гораздо развлечение. Развлечение? Да, веселее, развлечение. Говорят, что у богатых много развлечений есть. Говорят, что есть у богатых, есть в инфинитиве, потому что он задается с помощью вводного слова фасин, говорят. И, кстати, палапареметхео это не номинатив, это аркузатив.